И всем привет ребят, с вами Сорвайка, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен обсуждению ближайшего ивента, который уже совсем скоро стартует в нашей игре. Это день НЛО, если вам подобного рода видеоролики нравятся, где мы обсуждаем темы, которые совсем скоро появятся в нашей игре, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте про розыгрыш на 1 миллион кристаллов, на 15 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунте установите ему личный такт, тактимпэ, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Сегодня мы разберем 3 последних дня НЛО, которые были у нас в игре в 2020, 2021, 2022 году. Этот праздник уже стартанет на этих выходных, то есть на этой неделе, в пятницу у нас уже будет анонс 100% этого замечательного ивента. Ну и сегодня сначала мы разберем те праздники, которые у нас были и что было на этих праздниках, ну а дальше я уже выскажу свою точку зрения, что будет на этот день НЛО и какие дополнительные ивенты появятся у нас в игре. В 2020 году на день НЛО у нас были повышенные фонды, в принципе все по дефолту, ничего здесь удивительного нету. Празднование продлилось целых 5 дней и на протяжении этих всех 5 дней у нас в игре падали еще и дополнительно золотые ящики, были скидки по 30%. Были коинбоксы, те самые вкусненькие, которые появляются, супермиссии, с которых можно было заработать 5 дней премиум аккаунта, да, чего сейчас, например, у нас нету. Ну и праздничное оформление и дополнительное тематическое оформление. В 2021 году у нас все так же были 30% контентовые скидочки, если я не ошибаюсь, да, двойные фонды и опыт на протяжении 2 недель, ультраконтейнеры с определенными предметами, коинбоксы, игровые режимы, демочки, 30% скидки, ну и специальные предложения и специальное дополнительное оформление с особыми миссиями. В этот раз нам уже давали ультраконтейнеры, здесь уже премочки у нас в этом плане не было. Ну и в прошлом году у нас были так же само 30% скидки, начался ивент с 1 июля, продлился до 11 июля, на протяжении 2 недель у нас были повышенные фонды и опыт на пятницу, субботу и воскресенье, специальные режимы, метеориты в боях, ну и праздничные дополнительные миссии, в принципе, наверное, все по дефолту, плюс дополнительные еще ежедневные. В этом году я думаю, что в этом плане ничего не поменяется, да, у нас так же будут 30% скидки, у нас появится пачка супермиссий, появятся двойные фонды и опыт, сделают спецрежимы, надеюсь, что ДМ. На дефолтных вооружениях с как раз таки выпадением метеоритов, ну и, возможно, дополнительных голдов в виде энергии. И у нас очень сильно надеюсь, что появится как раз таки мини-игра, посвященная к дню НЛО, потому что на сегодняшний день предыдущая мини-игра меня очень сильно порадовала, то, что была возможность за кристаллы покупка энергии и можно было заформить очень крутые скины, которые до этого, например, я никогда получить не мог. Я не мог получить скины, например, на Крусейдера, на того же Паладина РТ, которого у меня не было, а с таким ивентом как раз таки такая возможность появилась. Рикошет тот же, РТшный, да, вкусненький, новенький, где он только есть, как мне его показать, вот, да. И, в принципе, ну такая активность мне очень сильно порадовала, понравилась, и я очень сильно надеюсь на то, что этот день НЛО будет также с дополнительной мини-игрой. Возможно, придумают какие-то новые скины, возможно, вообще добавят что-то такое уникальное, чего еще не было, может, какие-нибудь новые устройства туда как раз добавят, которые у нас еще не вышли, да, те же, с теми же дронами, да, которые у нас, например, удалили, есть там, да, даже дефолтного пусть механика там туда добавят, или, не, не механика, что он, спасателя, да, добавят. Было бы тоже очень интересно все это дело увидеть, ну и какие-то новые дополнительные активности в этом плане, я думаю, что на ДНЛО могут спокойно появиться, да, поэтому я, например, жду мини-игру, плюс у вас есть возможность на скидочках очень вкусненько прокачать, например, резисты, если у нас ребаланс не произойдет как раз-таки в эту пятницу, а, например, будет через неделю, то у вас будет отличная возможность у всех прокачать еще резисты, которые вы, возможно, не прокачали, потому что у нас в ближайшем будущем будет уже повышение цен на резисты, поэтому, ну, грубо говоря, возможно, есть шанс залететь в последний вагон и на 30% скидках прокачать свои резы, но это если только повезет и ребаланс этих резов не выйдет как раз-таки в эту же самую пятницу. Ну и надеюсь тоже на интересные спецрежимы, быть может даже какие-нибудь спецпачки вкусненькие добавят, а так, я думаю, что все по дефолту, закупалочку на 30% скидках я лично делать не буду, так как у меня и так уже все, что нужно прокачано и прокачал я на 50% скидках, да, например, на бездоне, а вот под врыв на мини-игру, если у нас ее добавят, то я точно уверен, что я в нее буду врываться, и если сделают такую же самую возможность, как была в прошлый раз, за кристаллы покупку энергии, плюс дополнительно можно будет ловить эту энергию, да, то это будет очень интересно, и я буду максимально сконцентрирован на всем этом деле, буду пытаться и фармить в боях эту энергию, ну и, соответственно, тратить кристаллы и делать дополнительный контент за счет такого ивента, поэтому в моем случае в первую очередь хотелось бы увидеть новую мини-игру, и я надеюсь, что она как раз-таки появится. Пишите, что вы думаете по этому поводу, согласны ли вы с моей точкой зрения, как вы видите для себя этот день от ЛОО, ну и копите кристаллы, ведь уже осталась лишь неделя для того, чтобы, возможно, приобрести какие-то новые интересные предметы. Обязательно поддержите данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дайте искать новые видеоролики, также не забывайте подписываться на тележечку, весь лайф-контентик, ну и вся информация по стримам выходит именно там, ну и, как я уже сказал, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу всего этого замечательного ивента, и ждете ли вы его, и ждете ли ту самую замечательную мини-игру. У меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.